И начнем с косолапой опасности. В окрестностях Норильска появились медведи. Уже два сообщения об их визите горожане направили в Толнахский отдел полиции. Косолапых видели в районе Турбазы Три Богатыря, на Красных Камнях и на въезде в Толнах. Нарядом полиции, побывавшим в этих местах, дикого зверя застать не удалось. А вот манят голодных животных в город, говорят специалисты, свалки и оставленные в тундре продукты. О, медведь. Нифига себе, побежал, зашибись. Вечером и ночью поступали сообщения о появлении медведя в районе базы отдыха Три Богатыря. И потом непосредственно уже в районе моста через реку Толнах. Я так понимаю, это один и тот же медведь, просто гуляет по тундре. Сообщения о каких-то повреждениях, либо что медведь на кого-то напал, таких сообщений не поступало. При встрече с медведем опытные туристы советуют прогонять зверя огнем или шумом. Норильчане, встретившие в прошедшие выходные Косолапова в районе Красных Камней, так и сделали. Вообще в Норильске медведи себя чувствуют уже почти как дома. Сигналы об их визите в полицию поступают ежегодно по несколько раз. Два года назад медведя встретили в районе гаражей на окраине города. Как нам сообщили в полиции, если подобное повторится сейчас, то его встретит дежурный наряд и представители Норильского филиала Краевого Министерства Экологии. На месте они решат, что делать с таким гостем. При очевидной опасности и агрессии медведя застрелят. Как это уже сделали в Норильске с диким волком, который нападал на собак и людей в декабре прошлого года. Так как собака повела себя агрессивно, стала рычать и агрессивно себя вести, пришлось применить оружие и собака была уничтожена. В последнее время Норильск начинает напоминать какой-то зоопарк. Частыми гостями здесь стали и лисы. Прямо в городской черте их видели в начале этого года. Примерно тогда же норильчане сняли схватку хаски и песца прямо в жилом дворе. На окраинах они гуляли целыми стаями. А иные их белые собратья даже ходят с норильчанами на рыбалку. Какого бы дикого зверя вы не встретили, говорят специалисты, о нем нужно сразу сообщить в полицию. А если животное успело вас укусить, то нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Андрей Гришков, новости северного города. А теперь о том, как ртутная волна по Норильску прокатилась сначала на главпочтамте, что на Комсомольской 33 из посылки ртуть вытекла и в связи с чем отделение до сих пор закрыто. Теперь новый случай в жилом доме на солнечном проезде 10А. Там коммунальники обнаружили ртуть в теплоцентре второго подъезда. Как она там оказалась и безопасно ли жильцам находиться в доме? В материале Галины Навродской. Второй подъезд на солнечном проезде 10А уже который день проветривается и убирается. Причина – обнаруженная коммунальниками ртуть в теплоцентре. Сразу сказали, что замерили здесь, что ПДК превышает допустимые нормы. Но потом, когда все проветрили, убрали, на следующий день пришли, говорят, что ПДК в норме. Как нам рассказали в управляющей компании, они понятия не имеют, как ядовитое вещество в теплоцентр попало. В этом вопросе теперь следствие разбирается. Написали официальное заявление. Мы официально сообщили. Но надо сказать, что сразу мы сообщили в прокуратуру тоже. И написали заявление в прокуратуру. Основная тема нашего обращения, что просим разобраться, как могло произойти, выявить виновных. А пока следствие проверку проводят в подъезде, полным ходом идет уборка помещений и не только своими силами. Удалением ртути занимаются и красноярские специалисты. Прибегнуть к помощи краевой специализированной службы пришлось, так как на нашей территории такой нет. Замыли раствором марганцевого кислого калия, промыли. Ну и, естественно, начали проводить работы по всему подъезду. Открыли, проветривали окна, мыли неоднократно. То есть с различными химическими препаратами. Мы заключили договор, вышли на такую фирму термиков, которая именно занимается вопросами демеркуризации. Уже у нас в пятницу с ними был заключен договор, и бригада уже прилетела. Бригада специального быстрого реагирования. В Крымом Роспотребнадзоре заверили, что ситуация у них тоже на контроле. Правда, там конкретики не сообщают. Лишь в общих словах говорят, что уровень предельно допустимых концентраций в жилых помещениях в доме на солнечном проезде 10А не превышен. Галина Навродская, Геннадий Зверев и Александр Вори. Новости с Северного города. Северный город держит на контроле и ситуацию с домом на солнечном проезде и с главпочтамтом, который должен вновь заработать в ближайшие дни, будем держать вас в курсе. Далее о том, как Енисей пополнился почти полумиллионом мальков осетра. Проекты восполнения биоресурсов реализует компания Норникель. Такие работы заполярный филиал поддерживает на протяжении многих лет. И в целом планируют выпустить в водные объекты края до 900 тысяч молодей осетра на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. Репортаж наших красноярских коллег. Вот этот стерлик весит 0,21 грамм. Сложно поверить, но царская рыба изначально выглядит именно так. Из малька весом меньше грамма она может вырасти в 80-килограммовую особь. Для этого и условия нужны царские. Температура в бассейне не ниже 16 градусов. В холодной воде рыба перестает есть и может погибнуть. Несколько раз в день уборка с помощью специального пылесоса. Ну и режим питания. Кормим по бортику, так как, чтобы оно вот так круговоротом поели все. Когда маленькие, кормим каждые полчаса. Побольше уже, когда они, кормим каждый час. Если и они начинают себя плохо чувствовать, мы начинаем обрабатывать солью. В рацион мальков входит несколько видов корма и говяжья селезенка. В ней, говорят специалисты, множество микроэлементов, нужных для здорового роста рыбы. В живую природу таких малышей выпускать рано. Им нужно время, чтобы окрепнуть. А это, если так можно выразиться, уже подростки. Им три месяца, они весят примерно около 50 граммов. И уже готовы выйти в дикую природу. Только для того, чтобы вырасти в большую рыбу, вот этим вот малькам понадобится примерно 10-15 лет. Именно эти подростки и отправились сегодня в большое плавание. Но сначала строгий подсчет и контрольное взвешивание. Выпускать почти полмиллиона ценных мальков решили на природоохранной территории Протовского мелководья. Там и температура воды комфортная, и корма достаточно. И опасных хищников почти нет. Продолжается выпуск осетра осетинского. В Росрыболовстве отмечают такие акции по восстановлению численности. Ценные рыбы очень важны для экологии региона. Из-за браконьерства популяция ситрова в Красноярском крае сейчас на грани исчезновения. Охотиться на царскую рыбу запрещено. За такой улов рыбаку может грозить реальный тюремный срок. Компенсирует ущерб от браконьеров крупные компании. Ежегодно с июня по октябрь в воду выпускают тысячи мальков. Но такую большую партию, кажется, впервые. Мероприятие это очень важно. Во-первых, у нас самая главная наша жизненная артерия, да, река Енисей, Красноярского края, республики Хакасия и Тыва. Нуждается, нуждается, очень нуждается в пополнении своих водных запасов. С 16-го года маленькую статистику вам приведу. Только норникель уже выпустил более миллиона штук водных биоресурсов. Это и осетры, и другие виды. Восполнением биоресурсов норникель занимается не только в Красноярском крае, но и в Мурманской области. Вклад компании в охрану окружающей среды отмечают и экологи. На сегодняшнем мероприятии по выпуску мальков, когда полмиллиона астрового хоритка была выпущена из Несей, ну, в общем-то, это рекорд. Потому что обычные компании выпускают 10-20 тысяч, ну, 100 тысяч максимум. А здесь сразу 500 тысяч мальков, осетра, оценного осетра. Хочу обратить внимание, что вот сегодняшняя акция по выпуску мальков, она, из-за доброй воли компании, не оказывает они такого воздействия на полмиллиона осетровых рыб, не оказывает такого воздействия компания Норникель на водные объекты Красноярского края. Охрана окружающей среды – приоритетное направление Норникеля. Тема экологии стала ключевой в подведении итогов 2017-го года в отчете компании, опубликованном на сайте Норникеля. В рамках реализации первого этапа экологической программы удалось существенно снизить воздействие на окружающую среду. Ключевую роль сыграло закрытие устаревшего никелевого завода в Норильске. Благодаря этому на 30% снизился уровень загрязнения в городе. Реализация второго этапа экологической программы – это прежде всего серный проект. Он позволит вдвое сократить загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы. Всего же до 2023 года на экологические мероприятия компания планирует потратить 250 миллиардов рублей. Юлия Чупрова, Илья Сенкевич, Седьмой канал. Это новости северного города и сейчас о том, какой премьерой Норильская Маяковка завершила театральный сезон. В этот раз постановкой по бессмертному произведению Пушкина «Пиковая дама». На заполярной сцене с норильскими актерами ее поставила московская группа профессионалов во главе с известным актером театра и кино Владимиром Скворцовым. Кроме того, фоэ театра организовали и выставку, посвященную Пушкину. Какую из сюжетных линий поставил во главу угла режиссер и о чем она, заполярная пиковая дама, расскажет Егор Толновский. Тройка, семерка, туз. А нет, пиковая дама. Свое произведение «Пиковая дама» Александр Сергеевич написал почти 200 лет назад. А идею ему подсказал граф Голицын, который однажды серьезно проигрался в карты, а потом отыгрался обратно благодаря совету своей бабки, который раскрыл ему секрет Сан-Жермена, известного французского мистика. Именно эта история и легла в основу произведения. По крайней мере, именно такую историю Александр Сергеевич рассказывал тем, кто интересовался истоками произведения. К неудовольствию Голицына, которого в свете долгое время ассоциировали с Германом. А проигравшиеся в пух и прах моты подстерегали его на каждом шагу в надежде выведать тайну трех карт. Но история заполярной пиковой дамы не о мистике трех карт, фатуме и тонких материях. Во главу пьесы поставлена человеческая трагедия. Историю пиковой дамы мы видим глазами Лизы, бедной воспитанницы взбалмошной старой графини. Лизавета Ивановна была пренесчастная создание. Горьк, чужой хлеб и тяжелые ступени чужого крыльца. Говорит Данте. Кто? Данте. Понятно. Ну а кому и знать горечь зависимости, как не бедная воспитанница знатной старухи и графини Анны Федотовны Томска? Лиза! Именно Лиза с ее желанием вырваться из гнетущего окружения, обрести свободу и простое человеческое счастье является и рассказчиком, и главной героиней. И тем самым спусковым механизмом, что дает толчок к маховику истории, заставляя вращаться шестеренки рока, выдумав себе спасителя в лице Германа. Конечно, это ее личный обман. Она просто выдумала себе какого-то идеального мужчину. И у нас в спектакле это первый мужчина, который, в принципе, обратил на нее внимание. Естественно, это он. Ее мечта, ее самый идеальный, самый лучший, тот, который ее спасет. Вот поэтому она в него вцепилась и добивается его любви. В общем-то, у нас это так именно, что это именно она добивается любви от него. Конечно, события пьесы происходят в старое время, но истории, рассказанные на сцене, настолько актуальны сейчас, что в какой-то момент грани между было и есть стирается, словно герои наши современники. Это подчеркивает и минимализм сценического оформления костюма, дизайн которых разрабатывала московская художница Ольга Резниченко, лауреат премии «Золотая маска», уже не раз и не два делавшая костюмы для столичных постановок пиковой дамы. И каждый раз костюмы для героев получаются совершенно другие. В зависимости от решения режиссерского, каждый раз по-разному. Когда где-то совсем современные костюмы. Вот я смотрю на спектакль на прогоне и думаю, что его можно, он настолько стильный и современный, что его можно играть в сегодняшних костюмах. Ну как-то так вот. И они на сцене не оттуда как бы совсем, а вот такой флёр времени. Увидим мы на сцене главного режиссёра постановки. Он исполняет роль Чекалинского, богача, с которым Герман играет в три карты. Причём выйдет московский режиссёр на нарийскую сцену не единожды. Скворцов планирует приезжать в наш город к каждому показу. По крайней мере первые десять раз, пока спектакль не будет отшлифован до мелочей. Я, честно говоря, за то, чтобы спектакль не просто поставить и бросить. Я люблю его доделывать, дорепетировать и довинчивать чего-то. Это момент важный, потому что спектакль, в принципе, на премьере не рождается. А вернее, на премьере он только рождается. Это такое, знаете, зачаточное состояние. Родился и всё. А чтобы его, так сказать, вырастить, с ним надо заниматься. И хотя сама «Пиковая дама» история трагическая, она сдобрена хорошей долей юмора. А работа со светом, сценой, да и сама актёрская игра на высшем уровне. Есть в пьесе несколько жутковатых моментов, но не будем выкладывать все карты на стол. В любой игре должна быть интрига. Егор Толновский, Александр Вори, Максим Трофимов. Новости Северного города. Егор Толновский в эти дни не только с высадившимся в Норильский десант там столичных театральных знаменитостей пообщался и на их работу взглянул, но и с российскими писателями, которые побывали в Норильске в честь 65-летия города. В их числе и Александр Цыпкин, который получил известность благодаря своим интервью с Горбачёвым, Гребенщиковым и другими. Но всероссийскую популярность он завоевал благодаря своей книге «Женщины непреклонного возраста». Сейчас со сцены рассказы Цыпкина читают звёзды российского кино от Данила Козловского до Константина Хабенского. Сам Цыпкин говорит о том, что работа со звёздами научила его писать красиво и интересно. «Благосфера» подарила богатый материал, а талант пиарщика позволил правильно раскрутить свои произведения. Об интернете как зеркале души и вечной проблеме отцов и детей, изменившейся с приходом социальных сетей, и правильном пиаре блогер рассказал в интервью нашему спецкору. Александр, скажите, вот в вашей такой журналистской карьере были записи интервью практически мастодонтов? Было дело. С кем было, не знаю, может, интереснее всего? Ну, это, наверное, неправильно будет говорить о ком-то в неком привилегированном положении. Как это ни странно, интересно было беседовать с людьми неизвестными. У меня был проект с интересной профессией неожиданной. Я, помню, беседовал с кардиологом, со сторожем, с химиком. Вот они рассказывают такие вещи, о которых ты совершенно не подозреваешь, что можешь знать, и тебе это становится интересно. Из последних, с кем было, очень интересно со Шнуровым, очень интересно с Нагиборга Дубкунаэта, с Аней Михалковой. И хороший был опыт международный с Шарлотты Гинсбург. Всего час, очень четко по времени, но затратовая чела на любой вопрос. Я бы так сказал, что мой опыт в создании интервью помог мне потом написать хорошую диалогию рассказов. Все-таки, народ, где больше откровений? В интернете или на вот таком интервью? Ну, конечно, в интернете всегда человек более откровен, потому что он там зачастую анонимен. Во-вторых, там есть некий импульс, потому что все, что вы читаете в интервью, это совершенно не соответствует разговору, который был передан интервью. Потому что если это прямой эфир, это одна ситуация. А когда проходит интервью, потом ты посылаешь человеку текст, и приходит назад совершенно другой, где все уже вырезано, убрано, я сам такой же. Мои интервью отличаются процентов на 80. Когда я сам даю кому-то интервью, если мне присылают потом на согласование, все живое оттуда уходит. То есть нам не прислать он потом на вычиску? А мы видео делаем уже бессмысленно. Я поэтому слежу за каждым словом, чтобы лишнего не ляпнуть. Вот в разговоре вы говорили о том, что в принципе в интернете действительно человек раскрывает все свои секреты и так далее. А все-таки вот если посмотреть, насколько это действительно правдиво, потому что мы же все равно в интернете создаем некую картинку. Понятно, что в интернете мы стремимся создать вторую реальность. Стремимся создать. Но большинство из нас не профессионалы в создании вторых реальностей. И поэтому если ты каждый день пишешь какие-то вещи, каждый день вывешиваешь фотографии, ты можешь обмануть на короткой дистанции. Неделя у тебя будет, ты покажешься всем Ломоносовым. Или будешь ты фотошопить фотографии хорошо. Ну, профотошопишь ты их месяц. Но потом на какой-то уже перспективе такого, не знаю, там годового или там двухгодичного промежута времени все на самом деле вылезает. Какой ты честный, нечестный, не знаю, жадный, щедрый, красивый, некрасивый. Сеть лучше про тебя знает, какой ты чем-то есть на самом деле. Вот в этом еще большая беда. То есть есть то, что мы хотим показать, есть то, что мы о себе думаем, а есть мы на самом деле. Так вот сеть знает, какие мы на самом деле. Это хорошо или плохо? Хорошо это или плохо. А утюг это хорошо или плохо? Если на живот поставить, то плохо. Если брюки гладить, то хорошо. Поэтому не попадает в категорию добра и зла новая реальность социальных сетей. Она скорее попадает в категорию использовать это или не использовать. Я считаю, что использовать нужно со всех точек зрения. С коммерческой, с личной, с точки зрения развития, собственно. Ну, раз нам повезло родиться в это время, то почему бы не использовать его по максимуму. Проблема отцов детей, вот она вечна. Вот вы интересную тему тоже затронули. Вот она в связи с появлением вот этой благосферы, она поменяется? Конечно, полностью она изменится, потому что родители раньше были единственными источниками авторитета для ребенка. А сегодня ребенок может посмотреть в социальные сети родителей, его друзей и вообще каких-то других людей. И вступить с ними в контакт, неконтролируемые родителями. И вообще сегодня родители не знают, с кем общаются дети. Потому что так они знали, что Вася у нас есть друг, он ходит к нам каждый день. А сегодня заходишь, а там какие-то не то, что мы не понимаем, что за люди. Там не важно, человек это или нет. И кто-то там в конце. И поэтому, естественно, дети все больше и больше будут получать информацию из сети. И больше доверия будет людям из сети. А самая большая проблема, если родители, допустим, возрастные, либо консервативных взглядов. И они не очень хотят разбираться, что такое сеть, что такое новые технологии. И им с детьми не о чем разговаривать. У них разный язык общения. Говорят, давай мы в Snapchat спишемся. Где? Все понятно, проехали. И поэтому, да, нужно иметь, не знаю, в какой-нибудь чат, в WhatsApp. Семьи часто имеют родители, дети, бабушки. Все вместе в одном чате, в семейном. Но если ты не в семейном чате, ты не в семье. Вы профессиональный пиарщик. Используете вы какие-то пиар-приемы для себя, для рекламы? Ну, дело в том, что у писателя Цыпкина хороший пиарщик Цыпкин. Если ты хочешь, чтобы твои рассказы, я чуть сам не сказал стихи, звучали со сцены так, чтобы зритель понимал, о чем эти рассказы, их должны читать профессионалы. А профессионалы становятся известными актерами. Он поэтому и известный актер, что он профессионал, а не наоборот. Второй момент, безусловно, и там, глупо отрицать, то, что сам факт того, что меня читал Данила Козловский или Константин Ильич Хабенский, добавило мне огромное количество известности и популярности. Это сто процентов, не надо спорить. Но выбираю я их именно по уровню, я хочу работать с лучшими. Все. Днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду, до температуры в Норильске и в Дудинке плюс 13-16 градусов. Дети – цветы жизни, но пусть они растут на чужом огороде. Такое расхожее мнение появилось в России в веке 90-е и надолго закрепилось сознание россиян. Но все течет и меняется. Сейчас все больше жителей России хотят завести семью из трех детей. Например, по данным всероссийского опроса, если в середине 90-х такую семью хотели завести всего 18% опрошенных, то в 2014-м семью из трех детей хотели уже 28% россиян. Ну а по данным последнего опроса, проведенного в этом году, таких желающих набралось уже 43%. А что думают по этому поводу наречания? Мне для полного счастья хватает и моей дочери пока. А там уже каждая семья смотрит из своих доходов. Наверное, трое. Почему именно столько? Ну, чтобы воспроизвести себе подобных и еще одного, так сказать, на увеличение численности. Чем больше, тем лучше. Все зависит от того, как человек стремится, что он хочет для жизни, для семьи и как вообще прожить. Чем больше, тем лучше, мне кажется. Ну, чем больше, тем лучше. Вот у вас сколько? У меня трое. Ну, до двух точно больше не надо. А почему именно столько? Ну, одному ребенку будет скучно, если один, а трое, то уже как-то много. У меня трое. У вас трое детей, да? Да. А почему именно столько? Для чем больше, тем лучше. Двоих. А вот ваше мнение. Двоих. Опрос показал, что в Норильске с демографией дела обстоят даже лучше, чем в среднем по России. За трех детей в семье высказалось более половины опрошенных, 55%. Еще 40% хотят или уже имеют двоих детей. И только 5% высказались за одного ребенка, но рассматривают вариант родить и второго, в зависимости от желания и материального положения в будущем. Child-free люди, не желающие вообще взаводиться потомством, во время опроса не встретились. Впрочем, и в общероссийской статистике таких людей немного, всего 1%. А почему все же некоторые не хотят иметь детей? Я думаю, просто у людей немножечко свое мировоззрение, и они, наверное, хотят чего-то другого в этой жизни. Кто в чем счастье ищет? Сейчас тяжело детей содержать, как бы с работами, такие напряги. Опять же, деньги содержать тоже важно. Если количество желающих завести детей неуклонно растет, то причины, по которым люди не заводят детей вообще, остаются все те же. 44% опрошенных сказали, что это из-за плохого финансового положения. Еще 34% назвали причиной эгоизм и карьеризм. Но остальные ответили, что это личное дело каждого. В конце концов, ребенок должен быть любимым и долгожданным. Редактор субтитров А.Семкин